Я знаю, что, конечно, вам относится к области, но вы, как представители Министерства, наверное, здесь должны контролировать. И вообще контролируется, подается контролировать с вашей стороны это учреждение? В любом случае, вся деятельность любых медицинских учреждений контролируется и Роспотребнадзором, и Росздравнадзором, прежде всего, Министерством здравоохранения Саратовской области. На сегодняшний день психоневрологический диспансер проводится, проводится текущий ремонт, а также ремонт неврологического отделения неврозов. То есть постепенно идет ремонт здания. Что конкретно вы имеете в виду, если это психиатрическое отделение, которое сейчас в настоящий момент находится в таком состоянии, требующем ремонта, то он запланирован в зависимости... Это отменено в плане, что не состоялся аукцион, но это не значит, что это будет отменен ремонт. То есть мы дальнейшие мероприятия опять будем объявлять аукционы и стараться в той или иной мере отремонтировать это помещение. А грубое отношение к пациентам? Здесь нужно разбираться конкретно, с конкретными случаями, с жалобами. Вы всегда имеете право обратиться к главному врачу, а также к учредителю Министерства здравоохранения Саратовской области. И по поводу тараканов, вы говорили, что там в последний год вообще не трогали, даже сами медсестры и врачи признаются, что нет никаких средств на... Учитывая ваше обращение, я так думаю, Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения проведет себе плановую проверку. Пожалуйста, Александр Александрович, дополню вопрос. Я прошу подключиться в том числе общественному палату для того, чтобы осуществить эффективный мониторинг деятельности учреждения. Касательно дезинфекции, дезинфекции, год закупок не происходил, я так понимаю, нарушений. Если проводится, как вы говорите, мониторинг контроля Роспотребнадзора, почему это не выявлено? Мы это видим на закупках сайта, вы не видите, странно. И, значит, как вы сказали, не прошел аукцион. Не аукцион не прошел. Директор учреждения отменил закупку своим приказом. Это разные вещи. Соответственно, с нашей точки зрения, налицо здесь все предпринимается то, чтобы учреждение просто превратилось в уильнюю на данный момент. Я прошу, Александр Александрович, вам помочь организовать, может быть, выезд средств массовой информации для эффективного контроля, в том числе с общественным палатами. Потому что это значимый вопрос для наших правил. С Министерства здравоохранения можно обратиться. Я передам, и Министерство, безусловно, будет организована и проверка, и соответствующее реагирование на данный фактор. Проблема нехватки кадров, она сказывается в том числе и на качестве услуги. И на качестве услуги. Когда человек один работает за двоих или за троих, он или практически перегружен, и уже где-то теряет, наверное, уже определенную реальность. Реальность там, где его на что-то направлено, внимание. То, что связано с руководством и организацией закупок и отсутствием, снятием закупок, обязательно совместно проведем с разрешением Министерства здравоохранения. Всего-то их полномочий с Роспотребнадзором, я думаю, что сейчас вы говорите, уже слышат и с своей стороны. Также обратим на это внимание, готовы согласовать наше совместное действие с исполняющим обязанности Министра здравоохранения Шувалова. В первую очередь мы с ним встречались, и тогда уже поздравляю в известность, когда мы эту работу совместно публично проведем.